Продолжение следует... Коля, доброе утро! Привет! Всем здрасте! Про фестиваль начнем. Сколько команд же у нас туда поехало? Чем можно похвастать? Все по порядку? На самом деле можно похвастать уже тем, что поехало, по-моему, рекордное количество команд вообще от Мурманской лиги. Их было пять. Это достаточно большое количество для Мурманска. Поехали команды КВН для вас, представляющие Мурманский педагогический колледж. Команда КВН сборная Снежногорска. Команда КВН Молодежь.Север. Команда КВН Овощной Салат, представляющая город Санкт-Петербург. И вот команда КВН... Ой, какая еще у нас была команда? Сверхразум. Команда КВН Сверхразум, точно. Мурманский технологический колледж сервиса. Получается, пять команд. Как они поехали? Я помню, что победитель финала отправлялся. Это был приз. Также разделили для вас. Да, там получилось так, что в финал у нас выиграла сборная Снежногорска, который у нас проходил в декабре. И еще вот жюри решило поощрить таким вот денежным призом команду КВН для вас. Вот эти команды поехали. Остальные? Остальные команды добирались за свой счет. То есть так можно было? Конечно, конечно. На самом деле на фестивале может участвовать любая команда. И поэтому там вот в этом году, вот на Кивине 19-го года, было приблизительно команд 500. Со всей страны. Со всей страны и за рубежи. От Мурманска 5 это уже... Это уже, на самом деле, очень круто. Какие результаты? Результаты очень хорошие. Вообще, мне кажется, что вот этот фестиваль для Мурманской лиги был, ну, наверное, самым удачным. Есть такое... На этом фестивале есть... Раздают такие звезды за выступления. Это очень такая субъективная оценка, но, тем не менее, в этом году очень приятная для мурманских команд, потому что наши команды получили максимум 5 звезд. Ну, минимум, соответственно, там 0 или 1 звезда. И мурманские команды получили 4,5 звезды, 4,5 звезды. 4,5 и 2. Ну, ничего страшного, 5 звезды перекрыли. Да, получается, в среднем 4 звезды, это супер круто. А что они дают, если... Нет, эти звезды ничего не дают, это просто, ну, такой своеобразный хайп. Как и грамота, да? Так вот, держи, пошел на класс. Ну, это приятно, приятно видеть, что так тебя оценили. Но это просто там оценивают, скажем так, корреспонденты КВН. Вот так можно сказать. К чему все пришло-то? Ну, вот жду я уже от тебя. Самое-самое главное достижение, это то, что сборная Снежногорска, вот 24-го числа состоялся галоконцерт в Зимнем театре в городе Сочи, по итогам которого сборная Снежногорска решением жюри попала в высшую лигу КВН. Вот самый-самый верх вообще КВН. Ну, то есть, возможно, повторят судьбу и сборной города Мурманска, и Академии. На самом деле, мы надеемся, что не повторят, а даже немного превзойдут. То, что, ну, просто сборная города Мурманска трижды играла в финале и ни разу не выиграла. Мы надеемся на то, что сборная Снежногорска... Ну, смотри, ну, зато вот не выиграли, а остались, в принципе, Мурманск, в нашем любимом родном городе. А вот если они выиграют, получается, бац, и весь Снежногорск в Москву уедет сделать... Надо уезжать, а все 12 тысяч шоу. Все 12 тысяч с Снежногорска, да, действительно. Получается, ты как редактор все выступления видел изначально? Да, да, конечно. Насколько сильный уровень вот можешь поставить? То есть, мы берем тебя как игрока сборной, который как финалиста вышли в КВН. То есть, все равно видел все шутки, которые там, уровень ребят. И в то же время, вот с чем поехали наши сейчас? Есть ли сравнение какое-нибудь? Подается ли это? Наши команды поехали, на самом деле, с достаточно крепким материалом. Понятное дело, что у нас выехали вообще три абсолютно новых команды для фестиваля. Это был их первый фестиваль, это команда для вас, молодежь.север и команда Сверхразум. Для них это было вообще полностью все новое. И получить, точнее, выступить так хорошо для новичка, это... Там же ребята очень молодые. Да, там еще все, почти все еще являются студентами. Там есть, конечно, некоторые, которые работают. Но в большинстве стоим там в среднем им лет, наверное, 19-20. То есть, это прям молодые команды. И они выступили очень хорошо для новичков. Материалы отбирали, помогали? Да, помогали. Я, конечно, не основной редактор. У нас есть директор лиги Алексей Шамов, есть редактор Александр Нестеренко. И главный редактор, это Станислав Агафонов. Это прям величина в КВН, человек очень известный в узких кругах, но тем не менее. Вот, и вот такой большой компанией мы, конечно, помогали. Еще вот есть Денис Шалабанов, тоже директор молодежной лиги. Все вместе мы вот помогали компоновать этот материал. Признаваясь, шутки пишете? Немножко, немножко бывает. Это как именно такое наставничество все-таки выходит? Или реализация своих все равно идей? Либо и то, и то? На самом деле, да, это что-то между. Потому что, ну, КВН, это процесс творческий, и когда ты в него погружаешься, ты уже не можешь остановиться, ты начинаешь что-то придумывать, что-то там советовать. Не всегда, может быть, идет на пользу, но у нас опыта чуть побольше. И, конечно, мы стараемся сделать для команд как можно лучше. Твоя самая любимая, самая крутая, придуманная шутка? Придуманная шутка мной? Ну, на самом деле, вот мы с тобой недавно разговаривали, еще раз повторюсь. Она, конечно, далеко не самая крутая, и, опять же, повторимся, ему штука субъективная. Но мне она действительно всегда нравилась у команды КВН для вас. Есть такой номер про парикмахерскую, про такую очень провинциальную парикмахерскую. И владелец вот этого салона провинциального, который играет фронтмен, главный человек команды, Дмитрий Пауль, выступает в роли такой, скажем, хабалки. И заходит девушка в этот салон и говорит, господи, что у вас за салон такой? Что у вас? Вот везде волосы валяются на полу. И Дмитрий говорит, ля, а где им еще быть? Ты вообще что-нибудь слышала про гравитацию? Не знаю, нам тогда эта шутка очень понравилась. Мы ее вставили. Честно говоря, на фестивале в Сочи она не супер сработала, но ничего, нам она все равно нравится. При редактуре в Мурманске много материала ребятам отсекаете? На самом деле достаточно. Нельзя сказать, что да нет, все у них хорошо. Нет, приходится, да, переделывать приходится очень много ребятам. Это действительно так. Наверное, недели полторы идет такая достаточно плотная редактура, и там вот команды чуть ли не каждый день приходят с новым материалом. Но это правильно, так в КВНе процессы должен быть построен. Если возвращаться, опять же, к твоему опыту, в высшей лиге в плане игрока, там редактура гораздо же жестче получается? Или вы тут стараетесь уже задать уровень, чтобы, грубо говоря, с этим материалом ребята могли приехать уже в Москву? Высшей лиге. Грубо говоря, очень. Там, конечно, жестче. Там никто не будет так с командами очень плотно работать. Там ультиматативно сказали, вот это не подходит, убирайте. Нет такого, что давайте немного здесь переделаем, там все. Это не подходит. Это за потоковость или все-таки якобы уже приехали? Туда, во-первых, уже приезжают команды намного более профессиональные, подготовленные к такому ритму написания и вообще к такому ритму жизни. И, во-вторых, достаточно жесткая цензура все-таки. Это телевидение. Там нужно уже держать в рамках очень все строго. Этот год наступивший, что будет в нем интересного в Мурманской региональной лиге? Мы очень надеемся на то, что приедут новые команды с других городов. Возможно, это пока еще только такие слухи. Может быть, будет команда из ближнего зарубежья. Но это прям слухи-слухи. И появятся, мы надеемся на то, что появятся новые лица в КВН. Потому что прошлый сезон, он у нас и назывался «Перезагрузка» в Мурманской региональной лиге КВН, потому что пришло много новых команд. Ушли старые такие, как Морская академия, такие уже мэтры нашего Мурманского КВН. И пришли новые. И мы надеемся на то, что в этом году обновление еще пойдет дальше. У нас есть Мурманская молодежная лига КВН, в которой новые команды делают свои первые шаги в этом жанре КВН. В таком случае, когда ждать первую игру уже в взрослой лиге, куда можно прийти, что это будет? Точно дата, по-моему, еще не определена. Но это будет март. Дальше не могу сказать. То есть, еще все остальное решать? Да, это будет март. И, честно говоря, все, что могу пока сказать. Март. Ну вот, а в планах, если немножко еще подальше смотреть, ближе к финалу. Финал просто мне действительно запомнился очень сильно. Это Мурманск финал 2018 года. 2019 переплюнете? Сложно. Просто уровень такой был. Планка задали. Но на самом деле, вот я каждый раз на играх, ну почти каждый раз на играх, я удивляюсь тому, что качество почти всегда растет. Вот от игры к игре. Вот мне всегда казалось, что все, я посмотрел лучшую игру в Мурманской лиге. Прихожу на следующую, нет, елки-палки. Вот это, наверное, лучше. А вот этот финал, да, ты правильно сказал, он вообще был прям супер-супер крутым. И кажется, что ну вряд ли уже получится повторить, а все равно практика показывает, что это очень даже возможно. Поэтому будем надеяться на то, что да. На то, что да. На то, что получится сделать финал. Еще один вопрос, наверное, более личный. Смотрим выступления команд, приглашают гостя. Высшая лига, понятно, позвонили звезде, пригласили, здорово. У нас были в финале тоже задействованы звезды КВН. Как это все проходит? Платите ли вы им деньги все-таки? Или ребята настолько дружны, что идут навстречу? На самом деле нет, не платим. И, кстати, вот выше лиги КВН тоже звездам не платят. Раскрываем тайны, друзья. То, как правило, как правило. Просто КВНовская тусовка, она очень дружная, и все очень легки на подъем. И когда в мурманском КВНе просят какую-то звезду приехать извне, уже прям такого прям топового КВНщика, они, как правило, соглашаются просто так. Потому что это всегда круто быть внутри вот этой тусовки. Плюс ты приезжаешь, звезда, вот эти, наверное, эмоции. Плюс звезда, плюс тебя селят в гостиницу бесплатно. Ну, то есть, такие вещи просто. То есть, такие моменты проживания, дорога. Да, да, только вот так вот. Такие вещи. Коль, как готовились к выступлению нашей команды? Что было сложного? Что прям вообще было хорошо? Расскажи. Ну, подготовка вообще очень интенсивная была к Сочи. И вот эти все новогодние праздники, они тоже были полностью посвящены подготовке. Не было такого, что все были расслаблены эти дни. У нас вот есть Мурманский дом молодежи, который находится на Орликовой. И это, тут такая своеобразная база всех мурманских КВНщиков. Там очень-очень комфортно писать КВН и репетировать. Скажем так, ставить на ноги, как вот говорят в КВН, ставить выступление на ноги. Каждый день, ну, не каждый день, я, конечно, немного так уже преувеличиваю. Через день приходили команды, постоянно там что-то писали, переделывали. И потом показывали редакторам. И вместе с редакторами уже там пересобирали материал. Но выступление в Сочи, это, скажем так, задача на Сочи показать свой лучший материал за сезон. То есть то, что собирали тяжелые годы. Да, как правило, дописывать много не нужно. Нужно просто грамотно собрать все самое лучшее и донести до сочинского зрителя. Ну, сочинские зрители, это все те же КВНщики, приехавшие там со всех угол страны. Получается, ребята все уже вернулись, поделились ли эмоциями, успели уже что-нибудь рассказать? Конечно, все ребята уже все вернулись, и сборная Снежногорска в том числе. Но, безусловно, они все рады. И для любого КВНщика поездка в Сочи, это вот обязательная процедура. Если ты планируешь этим заниматься не просто там на студенческом уровне, поиграть пару раз в какой-то студенческой команде, а планируешь этим заниматься хотя бы на протяжении нескольких лет, то это прям обязательный пункт для любого КВНщика. Нужно съездить в Сочи, ощутить вообще дух этого фестиваля, понять, что на самом деле, если ты даже в своем родном городе суперзвезда, то на более высоком уровне, как правило, вот эти суперзвезды сталкиваются с... немного спотыкаются, потому что там, ну, уже все серьезнее. Там уже прям такой КВН солидный. В Мурманске ходишь, самый крутой, приезжаешь, и там бац, Галусян уступает. Ну, что поделаешь, да? Ну, к счастью, Галусян там уже уступает. С одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению. Но там обязательно нужно побывать, чтобы понять и как бы опуститься на землю. Вот так. Опять же, недавно с тобой говорили по поводу сборной города Мурманска. Моя любимая тема, моя любимая команда, не скрою. Спасибо. С нее же все и началось, наверное. Мурманское мега движение. На самом деле, да, это был толчок попадания Мурманска вот в телек. Это был толчок для всего команды. Я вот с кем не встречаюсь, с ребятами из команды, три попытки. И как-то ты мне сказал, что вот хочется все-таки додавить. Стоит вообще, реально ли это? Многие говорят, что Герман тогда говорил, что может быть, мы соберемся когда-нибудь. Сейчас у всех свои дела. Все говорят, что вот заняты, но надежда-то теплится еще. Честно тебе скажу, это для нас такой вопрос, очень болезненный. Мы очень хотим играть в КВН. Действительно, мы хотим постоять на сцене. Нам, конечно, попроще, чем Герману. Нам нужно просто стоять на сцене. У нас один член команды посчитал количество слов, ни предложений, ни фраз, а количество слов за три года высшей лиги. Он произнес 17 слов. Класс, уже лучше, чем ноль. Мы очень хотим, но, честно говоря, это вряд ли случится. Это вряд ли случится, потому что и время уже ушло, и появились новые лица, лица, скажем так, вот с нашего Кольского полуострова. Мы просто будем вместе с ними. То есть сейчас как раз реализовывать вот эту свою мечту посредством ребят, уже более такого опытного. Да, наверное, это так можно сказать. Собственно, каково быть редактором? Что входит и сложно ли именно после того, как уже играл, сидеть, смотреть, как шутят другие? Ну, я повторюсь, что я не основной редактор, мне немного полегче. Но вообще-то да, это дело достаточно ответственное, потому что в итоге вот эта наша группа несет ответственность за вообще, скажем так, все мероприятие. За то, что увидит зритель и за то, какие эмоции он получит. Но, как правило, у нас все проходит всегда очень хорошо, потому что мы очень плотно работаем с командами, прям сильно плотно. Мы сидим с ними там и до 10, до 11 вечера, и мы начинаем и без выходных, вот уже когда подготовка идет прям на минуты. И прям мы сильно переживаем всегда за команды. Мы сидим в зале, и мы переживаем, наверное, ну, если не больше, то точно не меньше, чем стоящие на сцене. Для нас это прям, прям вот все родное, выстраданные. Вот говоришь, что все КВНщики очень дружны, сплоченные. В чем выражается эта сплоченность? Не только же за кулисами вот ребят ходят, общаются, либо во время подготовки. Нет, у нас на самом деле вообще Гурманская лига действительно очень дружная, и все КВНщики, даже вне КВН, они общаются с друг другом. Я часто наблюдаю в соцсетях и так далее, как они вместе где-то собираются, в клубах и так далее. Они прям стали настоящими друзьями. А если говорить про КВН, то нет такого даже непосредственно на играх, что мы вот не будем вам помогать, потому что вот мы выступаем после вас. Нет, они могут просто договориться, вынести реквизит, когда не хватает людей другой команде, выйти за них, постоять в массовке. И Снежногорск всегда может в этом помочь, мне кажется. В любой команде мы видим человек 50. Снежногорск может помочь, и Снежногорску могут помочь. Вот сейчас на фестивале в Сочи за них выходили ребята с других наших мументских команд. И даже после того, как наши команды уже закончили выступление на фестивале, некоторые из них остались в Сочи для выступления со Снежногорском. Вот это действительно сильно. Это круто, да. Это настоящее КВНовское братство. Когда ждать нам уже сборную Снежногорска на экранах? Уже очень скоро, мне кажется. Ну, неделя, наверное. Потому что первая игра в высшей лиге будет 15 февраля, а эфир в Сочи будет 100% до. Что-то известно по поводу их конкурентов? Кто же будет? Кто будет играть с ними, я в день игры не знаю, но конкуренция сильная. Там остались несколько очень-очень известных и сильных команд, такие как Борцы, например, которые в прошлом году хорошо себя показывали. И, в принципе, они уже давно играют. И много новых, неизвестных зрителю команд, для большого зрителя команд, которые, как и Снежногорск, могут удивить своей новизной. Снежногорск, мы очень надеемся на то, что как раз и как и сборная Мурманска на первых играх вот этой своей необычностью выстрелит. Да, выстрелит. Мы на это прям сильно надеемся. Если вернуться немножко именно командам, которые были в Сочи, что было помимо выступлений? Успели ли они что-нибудь посмотреть, экскурсии, погулять по городу? Все-таки, как-никак, мне кажется, теплее, чем Мурманский. Это было намного теплее, чем Мурманский. Я помню, когда мы возвращались, мы приехали с плюс 15 в минус 20. Ох, прям буквально там часов шесть разница. И такая разница в температуре. Команды посмотрели много, но нужно понимать, что это сильно молодежная тусовка. Сильно молодежная и очень веселая тусовка в южном городе, в красивом. Ну, Сочи сейчас вообще расцвел после Олимпиады и так далее. И, конечно, насчет экскурсий я не знаю. Одни танцульки. Очень много, да. Там вообще, тем более, это был 30-й юбилейный фестиваль. Там была очень круто продуманная программа. Было много всяких приглашенных групп, выступавших в различных залах этого гостиницы основной, в котором проходит фестиваль. Конечно, тусовок было много, и тусовки были прям такие, ну, скажем, горячие. Есть ли уже какие-нибудь команды, новички, которые уже заявились? Или пока что только ждем? Заявились в Мурманск? В Мурманске. Пока не знаю, пока такой информации вообще не будет. Если есть команда, если есть желание у человека, куда обращаться? Обращаться можно напрямую. У нас вот есть и почтовый ящик, и группа. Можно просто написать сообщение, и там точно кто-то сразу же ответит. Даже если один человек изъявит желание, говорит, ребята, вот я такой классный, здоровский и смешной, либо очень хочу играть в КВН, но нет ни команды, ничего. В любом случае нужно написать, и там уже вместе будем решать эту проблему. Потому что есть такие же люди, мы их знаем, которые хотят, и можно просто их вместе свести, и они создадут команду. У нас такие примеры были. Иногда удачно, иногда не очень. Но на самом деле играть в КВН в Мурманске можно начать вообще очень легко. Можно написать директору лиги Алексея Шамову, можно написать директору молодежной лиги Денису Шалабанову, и все завертится вообще очень быстро. И перспектива получается. Путь движения КВН-чика. Мы приходим в Мурманскую лигу, играем, пытаемся победить, отправляемся в Сочи, отбор, и если все хорошо, то... Да, мы на самом деле даже, ну так, шутим про то, что нужно отыграть два сезона. У нас в Снежногорск команда существует всего два сезона. Всего два сезона. И сразу же попала в высшую лигу. В прошлом году, после мурманского финала, команда КВН-морская академия попала в высшую лигу. И мы уже шутим про то, что нужно отыграть пару сезонов в Мурманске и попасть в высшую лигу. Ну что, если так продолжится, классно будет. Это как в премьер-лиге. Чемпион премьер-лиги автоматически попадает выше. Чемпион Нурманской лиги попадает выше. Это, конечно, шутки, это все не так, но просто такое удачное сечение обстоятельств. Но тенденция идет, и это радует, тем более, что действительно два сезона. Как думаешь, это все-таки опыт, потому что ребята постарше? Количество, потому что их элементарно на сцене может быть больше? Или что-то еще? Почему Снежногорск вот именно так понравился зрителям? Снежногорск понравился, потому что это, есть вот такое понятие, как концепт, ну, концептуальная команда, как и была сборная города Мурманска. Это очень необычный концепт. Такого в КВН, несмотря на то, что все очень просто, просто стоит линейка людей, и фронтмен просто говорит про каждого из них, рассказывает какую-то шутку. Один человек, одна шутка. Иногда рефреном повторяется шутка на этом персонаже. Но, несмотря на эту простоту, такого не было. Вот настолько простого концепта. И это зацепило. Это действительно удивило. Вот мы были в зале, в Сочи, и это настолько необычно, что это цепляет. И плюс ко всему, там стоят взрослые люди. Это не какие-то подростки, это не молодежь. Играющие с темы. Да, играющие там какие-то миниатюры, еще что-то. Выходят взрослые люди. Фронтмену, Серега, прости, за 40 лет. И когда они выходят, и первую же шутку говорят про то, что они снежногорская молодежь, это уже смешно. Ну, потому что ты смотришь на них и понимаешь, что, ну, ребята, видно, что это взрослые люди. Может, север потрепал. Да, немного такие потрепанные севером. Но веселые. По ним сразу видно, что они кайфуют от того, что делают. И это сразу цепляет. Вот сразу, мгновенно, ты начинаешь им верить и автоматически начинаешь любить эту команду. Она прям влюбляет себя вообще с первых секунд. В общем, продолжаем следить за развитием событий. И путь, который пройдет команда Снежногорска, мне кажется, будет насыщен. И в финале мы их увидим непременно. Тебе же огромное спасибо за то, что нашел время. Спасибо. А это была программа, проще говоря, на телеканале Арктик ТВ. У нас в гостях был редактор Мурманской региональной лиги КВН Николай Паршин. До новых встреч на телеканале Арктик ТВ. Редактор субтитров А.Семкин